Что сегодня было? Такая мутная история, если честно. Как только вчера пришел господин, значит, Ебаров на наш проект. Здравствуйте. Привет. Тут же, рада видеть, тут же Оля говорит, да, что не буду я с тобой, Николай Должанский, встречаться. Сердце моё всё-таки вот принадлежит другому. Но Коля, хитрый человек, развёл её на прощальный секс. А теперь говорит, пожалуйста, хорошо, уезжай, да, хочешь кебар, выезжай кебар, я даю тебе развод. Я всё, что хотел, я от тебя получил. Секса не было, интима не было, и вчера был прощальный разговор с Николаем, я ему сказала, говорю, Коль, ну, думала, серпится-слюбится. Ну, говорю, вчера, увидев Илью, говорю, правда, проснулись чувства, у меня за всю историю на проекте, у меня только интим был с Ильёй. На это он начал оскорблять Илью и говорить, что, а, ну, раз так, ну, хорошо, побежал к Диане и сказал, что якобы я взяла у него в рот. На это он не отвечает, я говорю, ты что несёшь, ты почему врёшь? Я тебя хочу спасти на женском голосовании. Я признаюсь, ребят, перед женским голосованием я открылась, я настоящая, сказала, что, Коль, я не хочу играть. Коль, можно спасти от мужского голосования, от женского, прощения. Ради иммунитета я не готова с тобой спать. От женского голосования? Сосолка. Я вчера перед женским голосованием сказала, что я не хочу с ним быть, не попринуждению сексом с тобой не собираюсь, говорю. Не слюбилась, не стерпилась, не могу, не хочу человека, не люблю. Ёпнула вчера сердце, правда, я хочу к Илье, я готова лететь на поляну к нему. Я сейчас услышала, вот, Ебаров, я хочу к тебе, кричат Сейшел. А ты, Катя, король, пришел, что делать? Илья, если честно, я немножечко в шоке, что происходит. В шоке от чего, от кого? Ну, вообще, что от этой ситуации, я еще сам даже не понимаю, где я нахожусь. Вот, и столько информации свалилось. Мне бы, вот, хотелось бы, если ты мне разрешишь, задать вопрос, кому я единственным на этой поляне верю, это только Кузину. Вот, мне бы хотелось бы у Кузина спросить, вообще, было что-то там или нет? Я, к сожалению, не знаю. Я знаю одно. Я знаю, что Ольга Рапунцель много раз была замечена во лжи. Вот, и мы смеялись, даже смеялись над тем, что у нее слезы вовнутрь черепной коробки идут, а не наружу. Вот, и она сухо плачет. Вот, за Николаем Должанским лжи не было. Поэтому, ну, я склонен верить все-таки Николаю, Илюх. Вот, а вот тебе как сердце подсказывает, так и верь, родной мой. Но я все-таки склонен верить Николаю. Давайте тогда Николаю Должанского...